Всем привет, это канал Joywire и с вами Джо. Среди солдат нашего отряда только четверка из основного состава сейчас в боеготовности, так что на следующую вылазку придется взять новобранца. И, к сожалению, пара наших бойцов, которые в данный момент находятся на секретном задании, оставили в своем арсенале аптечку и светошумовую гранату, так что в рейд бойцы пойдут с гранатами. Единственное изменение, новобранцу Фернандезу вручим вместо гранаты наноуровневый жилет, это может спасти ему жизнь. И поехали! СКЙРАНДЕР ДЕПЛОЙД Мы в пайпе, 5x5. Ремотная реконосанса взяла heavy comms, трафик от алиенных сил, двигаясь к атаку резистансов в этой регионе. И мы единственные, которые не могут остановиться. Мы идем в локдонную область. Нейтрализируйте все хостелые контакты с экстримой прежнью. Операция «Ледяной великан», в которой нам необходимо спасти силы сопротивления и уничтожить противников. Начинаем с того, что рассредотачиваем бойцов и продвигаемся к точке бойцов сопротивления. Вот и знакомство с чародеем! Среди его сильных сторон есть месть за промахи и восстановление здоровья. Но с другой стороны, он слаб против атак в ближнем бою и получает дополнительный урон от Мокса. Противники, начав свой ход, представляют нашему взору новый тип врага – мутоны. Я помню этих мощных бойцов еще с первой части XCOM и у меня нет ни малейшего желания узнавать, на что они способны в этой. Спасибо бойцам сопротивления за поддержку. Начнем нашу атаку. Саша решает не терять время и сразу дает своим товарищам преимущество, уничтожив стену, за которой прячутся противники. Мокс забегает с фланга. Минус вайпер. Колдун совершает рывок и ранит копейчика Адвента. Новобронец Фернандес демонстрирует отличную стрельбу с низким шансом попадания. И копейчик повержен. Вольферский с помощью своего проверенного временем гранатомета уничтожает укрытие мутона и разрывает часть его брони. Наступает ход противника, но мутон, оставшийся в меньшинстве, вместо атаки решает спрятаться за расположенный неподалеку трейлер. Продолжение следует... Помимо обычных врагов, теперь еще придется иметь дело с какими-то призрачными сутулыми собаками, и у меня есть предположение, что эти штуки взрывоопасны, так что перед убийством бойцам необходимо отойти на безопасную дистанцию. У Мека не остается ни единого шанса против двух выстрелов из буллпапа Мокса. От нас все еще прячется мутон, необходимо разобраться с ним до того, как он решит нанести свой удар. Вольфецкий убирает туман войны и на пару с колдуном уничтожает бедного противника. Продолжение следует... К счастью, Саша промахивается по призраку, и Фернандес подтверждает мою теорию о том, что призрачные зомби неплохо так взрываются. К счастью, никто из бойцов не получает повреждений. Действия противников, избранного и наших соратников не дают нам никакой новой информации, так что бойцы выдвигаются на следующую позицию бойцов сопротивления. Пока точно неизвестно, сколько противников и с какого направления нам стоит ожидать, поэтому бойцы продвигаются к точке соратников, которые уже на ближайшем ходу должны дать нам хоть какую-то инфу. И действительно, сразу несколько позиций противника оказываются рассекречены для нас. Теперь мы знаем, откуда ждать подвоха. К счастью, Саша промахивается по призраку, Бойцы продвигаются в сторону патруля, в котором один из бойцов противника остался с единицей здоровья. Чародей призывает очередного призрачного взрывуна, но колдун не дает ему ступить и шага. Бойцы сопротивления оказывают отличную поддержку в расчистке Трэша. Нам необходимо сейчас позаботиться о Чародеи, и их помощь помогает сконцентрироваться именно на этой задаче. Колдун начинает эту небольшую стычку с копейчиком броском гранаты. А его товарищ Саша огромным критом стирает с этой карты копейчика. Вольфетский замечает чисельщика. Вот этому товарищу нельзя давать возможности ходить, так как с одного полива из огнемета он может запросто убить всех оставшихся гражданских. Заканчиваем ход наблюдением и видим кат-сцену, намекающую нам о том, что здесь не только присутствуют обычные солдаты и избранные, так тут еще и затаился шип-шифтер. Бойцы сопротивления неплохо так его ранят, и все, что нам остается, это доделать начатое. the weakness of these minions only furthest the need for my presence here. Тут достаточно низкий шанс на попадание по солдату, так что заканчиваем ход наблюдением. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Избранный ошеломляет Мокса, но к счастью рядом находятся товарищи, которые не бросают его в беде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Саша закидывает последнюю оставшуюся гранату избранному, чтобы уничтожить броню. Продолжение следует... 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 Чародей решает среди всего многообразия противников и вариантов действий выбрать на этом ходу колдуна. В итоге Серега оказывается сильно ранен. Учитывая очень низкий процент вероятности попадания и способность противника мстить за каждый промах, принимается решение вести бой в более аккуратном режиме. Тем более нескольким бойцам необходимо перезарядить свое оружие. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok После хода бойцов сопротивления противник оказывается сильно ранен. Похоже это наш шанс. Первым начинает колдун, но его тесак не находит цель. Вторым в бой вступает Вольфецкий и выстрел его пулемета оказывается настолько мощным, что к чертовой матери выкидывает избранного с карты. Если бы не рандомная стрельба избранного по Сереге, это было бы очередное безупречное задание. Несмотря на это недоразумение, это все равно отлично. Это отличная миссия, с которой бойцы справились просто замечательно. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok на высшем уровне. А теперь давайте распределим повышение. Фернандес профилируется в специалиста, а Саше приобретаем способность подавления и дырокол. Огромное количество лута, 15 спасенных человек и куча трупов противников. Отличная работа бойцы. Получив приятные слова от совета, отправляемся дальше изучать нашу огромную планету. Субтитры добавил DimaTorzok 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 О да детка, пошли исследования. В одном из прошлых видео мне советовали обратить внимание на пси-технологии, их и поставим в очередь. Субтитры добавил DimaTorzok субтитры добавил DimaTorzok Разгребая завалы развед данных, приходит сообщение о том, что на секретном задании наших бойцов ждала засада. Необходимо с этим что-то сделать. Я не готов бросить наших солдат на произвол судьбы в такой ситуации, поэтому будем действовать. Кенза Накана, Дмитрий Деворс и Станислав Виноградов оказались совсем одни в заброшенном городе. Вокруг патрулей противника, так еще и система СИТРЕП сообщает о том, что на локации присутствуют странники. Так, неудачная такая точка высадки для нас, но у нас есть шанс отработать противников из наблюдений. Командир сразу же получает по горбу от Деворса, так сказать, без СМС-регистрации. Накана не теряет времени зря и точным взмахом своего клинка убивает одного из противников. С командиром Адвинта тоже разговор короткий. Представив к его лбу свой револьвер, Виноградов прекращает страдания противника. Бойцы, продолжая свое движение, получают сообщение о том, что неподалеку раздаются завывания. Похоже на толпу странников. Деворс совершает пробежку дальше по улице, чтобы занять выгодную позицию и замечает вдалеке солдата. Он будет нашей следующей целью на этом же ходу в приоритете Лосты. Дима разбирается с группой из трех противников, а Накана добивает последнего из ходячих. Остается только солдат. Почему-то не срабатывает наблюдение Виноградова, но, к счастью, противник промахивается по Кензо, который, затаив злобу, демонстрирует противнику, как необходимо проводить атаку. Бойцы, пробравшись в книжный магазин, снова получают сообщение о том, что впереди пак странников. Продолжение следует... Один из противников повержен. Попасть по остальным не представляется возможным, так что бойцы начинают наблюдение. И наблюдение отчасти дает свои плоды. Теперь остается разобраться еще с тремя. Накана просто как неудержимо расправляется с парой из них. Бойцы близки к цели. Остается преодолеть еще один квартал, и вот он выход. Практически поравнявшись с искомой улицей, бойцы замечают еще одного солдата Адвента, патрулирующего здание. Кензо Накана режет еще одного. Как же он хорош. Поравнявшись с улицей, на которой находится точка эвакуации, Станислав замечает на точке еще одного солдата. К сожалению, он занял далекую от нас позицию, поэтому идти в активную атаку нет смысла. Виноградов отступает назад. А вот и подкрепление для нашего противника. Дима начинает свою атаку с применения способности руки в молнии по солдату Адвента. Но противник остается жив. Бойцы собираются вместе и начинают отстрел противников. Остается всего два лоста и возможность расправиться с ними предоставляется Кензо Накана. Расправившись с последним паком, бойцы в полном составе эвакуируются с локации. Расправившись с локацией. Расправившись с локацией. Расправившись с локацией. Распределим повышение. Накана получает способность легкий шаг и дырокол. Диму ждет пара приятных перков. Один из которых скорострел. А второй смерть с небес. Отличная работа. Секретное задание пройдено успешно и без потерь. За что мы получаем несколько вознаграждений. Расправившись с локацией. Я думаю, следующим секретным заданием стоит выбрать замедление развития проекта Аватар. Слишком уж он разрос из-за последней пару эпизодов. Отправим туда хорошо зарекомендовавшего себя Накана. А бонус на уклонение получит Саша. А вот и повышение для Станислава Виноградова. Руки молнии слишком полезная способность, ее нельзя пропускать. И в дополнение к ней перк меткий глаз. Мне кажется, с Виноградовым мы еще повоюем, поэтому почему бы не улучшить ему оружие. Установим приклад и модифицированную настройку спуска. Тем временем достраивается станция связи с сопротивлением. Теперь у нас есть доступ к дополнительным контактам с сопротивлением. Единственное, что нам теперь критически необходимо, это разведданные. На повестке дня постройка ПСИ-лаборатории. Но у нас пока нет открытых отсеков, да и материалов не так много. Продолжим исследование, начав вскрытие копейщика Адвинта. ПСИ-лабора. Продолжение следует... Получаем за это весомое улучшение для наших милишных бойцов И в очередь поставим расшифровку планшета Нам необходимы разведданные Избранные усилились, а это добавит нам немного головной боли на заданиях против них Шейпшифтеры не так страшны А вот то, что выстрелы из наблюдения не будут попадать в солдат Адвента Это, конечно, плохо Нам играет на руку то, что непосредственно солдат с каждым заданием становится все меньше Выберем приказ на рост сопротивления Так как остальные мне не кажутся слишком актуальными Мы отлично продвинулись в направлении контактов и можем начать поиск данных Тайган сообщает о расшифровке планшета и о том, что у нас прорыв в направлении улучшения снайперских винтовок Такое нельзя упускать У нас появился свободный отсек для строительства Вот только мы сильно просели по материалам и по электроэнергии Так что с постройкой придется повременить Возможно, до конца месяца, когда от совета придут средства Приходит отчет о результатах очередного секретного задания И у меня две новости Проект Аватара откинут на два шага назад Но Кенза Накана ранен, а Саша взят в плен Саш, не волнуйся, мы тебя обязательно вызволим Я долго метался при выборе следующего секретного задания И решил отправить бойцов продолжить работать в направлении поиска избранной Необходимо поторопиться в этом вопросе, так как с каждым днем они становятся сильнее Отправятся МОКС Колдун получит улучшение по здоровью А прикрывать их будет Станислав Виноградов Улучшенные снайперские винтовки открыты И исследовательский раздел займется расшифровкой еще одного планшета Этого должно хватить для налаживания связи в Европе Откуда мы сможем ворваться на еще одну базу противника Пока у нас есть немного свободных средств Считаю верным решением купить дуговой клинок Для того, чтобы улучшить наших милишных товарищей Откуда я подумал, чтобы собрать в Адвент Мех Чтобы проверить, если мы могли бы интегрировать гремлин А.И. Идеа была, чтобы улучшить наших staff с роботиками Я решила, чтобы не привести его в Централь или Тиган Я не могу отказаться от лакомого кусочка в 269 единиц материалов И перед тем, как установить контакт в Восточной Европе Отправляю корабль на сбор ресурсов Не успев начать поиски, приходит сообщение о трех заданиях на выбор Западная Европа даст нам нового ученого и ускорит исследование Миссия в Нью-Мексико за материалами Восточное побережье США даст нам нового инженера Вы можете помочь мне решить, на какое задание отправиться Оставив комментарий под этим видео на Ютубе А на сегодня все Огромное спасибо за просмотр Рад, что вам нравится серия прохождения игры XCOM Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк здесь на Ютубе Если вы хотите видеть больше подобного контента в своей ленте То подписывайтесь на мой канал А с вами был Джонни, специально для канала JoyWire Пока!